Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рай, и мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбище. За это время было проведено очень много работы, очень много чего я сделал, и еще сколько предстоит сделать. Но сегодня, ребята, мы отправляемся к нашему магазинчику, где мы будем, в принципе, наверное, открывать торговую точку. Для этого мне понадобится пиво, которое у меня уже есть, и понадобится мне 10 гамбургеров, которые я тоже уже, ребята, скрафтил. Крафтится он, ребята, легко и просто, вся проблема здесь только в луке. Ну, как видите, лук золотой у меня есть, даже с излишком. Потом я попробую вам. Хотя, зачем вам это объяснять, как это делается, выращивается золотой лук или другие предметы? Очень много нужно, ребята, удобрений. Очень много золотых удобрений. И за счет них вы можете из серебряного, по возможности, скрафтить золотые. Точнее, не скрафтить, а вырастить. Так, ребята, многие спрашивают, зачем тебе две печки? Вот для чего, ребята. На одной печке и на второй делается товар намного быстрее. А в данный момент у меня нехватка, знаете, с чем? С синими шариками. Синие шарики мне нужны в данный момент для того, чтобы я выучил перк каменщик. И мне нужен еще перк инженер. А все это нужно для чего? Для того, чтобы я мог сделать золотые мраморные статуи. Обязательно нужно. Поэтому я прокачиваю сейчас стекло, крафчу. Потом стекло буду перерабатывать в более сложные мензурки. И тем самым зарабатывать себе синькие очки. Так, ну что же. Мы с вами все вроде бы взяли, да? Так, гамбургеры, пиво, все это взяли. А, давайте, ребята, сразу же купим с вами, пожалуй, лицензию на торговлю. Так, она у нас, по-моему, на рынке покупается. Ой, на рынке. В церкви, в почтовом ящике. Я уже просто подумал, нужен ли нам священник. По-моему, не нужен. И без него справимся. Так, ну-кася. Так, на эксгумацию пока не нужно. Ага, королевская мясная печать. Покупаем, ребята, ее. Замечательно. А что нам еще нужно? Так, торговая лицензия. Давайте ее тоже купим. Все. Торговая лицензия, насколько я помню, это нужна нашему торгашу на рынке. Чтобы он мог открыть собственный магазин по продаже овощей. Так, ну что же. А мы идем с вами на гору. Ведьмину. И попробуем в наш магазинчик. Засунуть пиво, как говорится, и гамбургеры. И посмотрим, что будет. Так, я хоть... Да, все нормально. Блин, мне еще, ребята, пять золотых блюд надо будет сегодня сделать. Опять же, для торгаша. О, еще целую неделю придется ждать. Ну что же, вот она моя точка. Буфет. Подаем пивко. Подаем бургеры. И в буфет. Это можно делать только раз. Ага. То есть, на следующий день. Хорошо. Мы тогда с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас слетаем в старую клячу. И отдадим печать. У меня есть печать. Ну вот и отлично. Если есть печать, то дело за малым. Приносишь мясо на свой кухонный стол. Оборачиваешь бумагой какой-нибудь поприличнее. И куда-нибудь посередине шлепаешь печать. И вот в таком виде я его уже с удовольствием покупаю. Ха-ха. Да? Значит, мне нужно, ребята, мясо. Бумага, я так понимаю. Ну и, естественно, печать. В принципе, и все. Так, ну-ка, дайте-ка. Может быть, Шармель будет уже со мной разговаривать? Нет? Или это не Шармель? Не помню. Да, 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 да. Слушайте, а почему она не хочет со мной разговаривать? Что ей нужно опять доказать? Я не знаю, ребят. Но что-то нужно. Хорошо. Давайте-ка мы тогда с вами по-быстренькому проверим. С мясом. У меня мясо есть? Есть. Три кусочка мяса. И заодно посмотреть хотелось бы мне, сколько это будет все у нас стоить. Сейчас заодно я сделаю, ребята, пять золотых блюд. Потому что торговец, когда у нас прибудет, чтобы мы сразу сделали два или три задания у него. Виноград я, пожалуй, копать пока не буду. Вина у меня хватает. Ну, как хватает? Не так, чтобы много, но на жизнь сойдет. Так, давай-ка сюда вырулим. О, сколько стекла. Отлично, отлично, ребята. Стекло. Потом это стекло будем переплавлять. По месяц оно у меня. Ага, как же. Слушайте, вот эту вот гадость, ребят, по-моему, надо выкидывать. Слизь. Она абсолютно ничего не дает. А может быть, я просто и не видел, где она должна присутствовать. А, кстати, да, вы заметили, сколько у меня ящиков стало. Ребят, я наводил порядок очень и очень долгое время. Но, наконец-то, я его навел. Лишь бы теперь опять все здесь не загадить. Так, ну что же. Пять золотых блюд мне нужно сделать. Давайте, ребята, будем приступать. Для этого нам понадобится... Погоди-ка, секунду. У меня... Так, пять бургеров. Ага, забыл взять золотые, точнее, луковые колечки. Вот они. Так, давай забираем луковые колечки. Тоже золотые надо, ребята, обязательно золотые. Ну и... Королевская рыба у меня есть. Все, давайте делать. Так, выбираем все золотое. Погоди-погоди, где? Ага, вот. И здесь мы с вами ставим торты. Отлично. Создаем. Блин, ну неужели я так вот по одному буду делать, а? Да. Ужин мечты. Я получил, ребята, достижение. Да е-мое, я так запарюсь. Постоянно рыскать-то. Ага. И тортик. Почему нельзя сразу пять штук сделать? Нет, вот по одному надо делать, обязательно. Хорошо. Два блюда уже есть. Еще надо три. Ну, времени у нас, ребят, до торгаша очень много. Так что... Что еще мы здесь сделали за последнее время? Ребят, очень много времени я убил на изготовление отличных удобрений. Пока одно принесешь, пока второе сделаешь очень много времени. Но оно, ребят, того стоит, если честно. Если у тебя нет золотых семян, но тебе по зарез они нужны, соответственно, ты будешь удобрять землю именно этим удобрением золотым. После этого ты сажаешь семечку, желательно серебряную. И тогда, возможно, вероятность, что у тебя при следующем сборе урожая будет золотой продукт. По крайней мере, у меня, ребята, прокатывало именно таким все образом. Так что у нас еще, по-моему, одно блюдо, да, осталось нам сделать? Сейчас мы это, ребят, с вами быстренько провернем. Так, и тортик. Отлично, делаем. Так, ну что, пять блюд у меня? Да, пять блюд у меня есть, ребят. Теперь давайте проверим, что у нас тут с мясом. Ах, да, нужна бумага. Нужна бумага. Хоп, винишко прискочило. Так, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот это вот выложим, бутылочку. А эту возьмем. Кстати, еще я собираюсь буквально вот сегодня сходить в подземелье. Но мне не хватает, ребята, маленькой вещички. Какую? Я вам расскажу попозже немножко. Так, ну что, нам нужна бумага, да? Бумага у меня есть. Бумага у меня есть, а места для нее нету. Ну, это как всегда. Ага, мы вот это вот с вами сейчас уберем. Один песок, зачем он нам здесь? Он мне нужен, только захламляет нам все. Так, ну что, давай всю бумагу эту возьмем. Так, замечательно. Кстати, бургер и луковые колечки уже можно выкладывать. Они нам не понадобятся в ближайшее время. Ой, елки-палки. А нет, все нормально, все нормально, ребят. Я думал, что уже прозевал. Нет, как раз время идет для торговли. Сейчас пойдем на ведьмину гору. Так, ну для начала вот это вот все уберем из инвентаря. Так, и хочу я посмотреть, что у нас будет с мясом. Так, ну что, что такое, не понял я. Давай попробуем. Мы получили с вами упаковку мяса. Упаковку мяса. Я не могу опять же здесь сделать кучу их. Так, вы видите, по одному опять приходится делать. Ну ладно, сделаем. Три, да, у нас три упаковочки. Все, ребят. Так, печать, я думаю, можно оставить на кухне. Потому что мы все равно будем мясо, если делать, то будем только на кухне им пользоваться. Все, наверное, да. Так, блюдо у нас есть. Лицензия на торговлю у нас взята. Пиво нам тоже здесь не понадобится больше. Вот так. Вода тоже не нужна будет. И бумага, в принципе, тоже. Так. Ну и, естественно, история. Все, ребят, побежали с вами на Ведьмину гору. Посмотрим, что у нас там будет получаться. Ох, как много стекла. Вообще-то, ребят, стекла много не бывает. По секрету вам скажу. Ну, огородик, как видите, у меня еще не полностью весь засажен. Но здесь очень много голды растет. И это хорошо. Тыква, лук. Ну, морковка, по-моему, золотой не бывает. Так же, как и свекла. Только тыква и лук. Ну что же. Давайте глянем, что у нас там будет. Как у нас будет там идти торговля. И будет ли она вообще. Я ведь день не попутал. Нет, по-моему, в этот день. Вау. Так, подожди-ка. Давай-ка мы вот так сделаем. Это можно... Погоди. Так у меня... Странно. В этот день я пришел. Это можно делать только раз. А в чем проблема-то, не пойму. Ну, давай поговорим с ним. А, во, палатка сделана. Отлично. Народ будет в восторге. А вы, скорее всего, неплохо заработаете. Да, мансиньор. Знаете, сперва вы мне показались каким-то подозрительным. Я думал, что от вас будут одни проблемы. У меня было странное ощущение, как будто вы не отсюда. Но теперь я вижу, что вы отлично вписались. Просто делайте, о чем вас попросят. Выгода. Вот что вас интересует. Я уверен, что для таких, как вы, найдется место в нашем будущем мире. Этот мир начнется с города. Мир чистой веры. Наступит день. Непременно наступит. Похоже, люди собираются. Выполните свою работу, хорошо? А я пойду выполнять свою. Оу. Так. И что же мне нужно сделать сейчас, в данный момент? Похоже, все готово. Надо дать знать инквизитору. Хорошо. Давай поговорим с ним. Я доказ... Так. Все готово для церемонии сожжения. Ну-ка. Ау, народ, смотри, смотрит и бежит в мою лавочку. Пиво, свежее пиво. Пиво смоет все грехи. Сочные бургеры. Пряные, как благой экстаз. Беру два. Пожалуй, это лучшее сожжение на моей памяти. Ммм, вкусно. Подкопченное мяско. Ха-ха. Так, достижение получил. Не хот-дог. Вау, они Веру оставляют. А в городе только и будут разговоров, что о сегодняшнем сожжении. Как только вы обновите все запасы, мы будем готовы к новому представлению. Я заработал 33, ребята, серебряных, продавая бургеры и пиво. Эй, 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 куда Веру потащили? Отдайте сюда ее, хламоны несчастные. Эх, жалко. Жалко. Жалко, народ. Слушайте, я, честно говоря, думал, что вот эти вот напьются и уйдут. Значит, нам сюда нужно будет принести еще пивко и пять бургеров. Ребята, а у меня как раз там лежит. Ха-ха. Десять пива и пять бургеров. Вот как в воду глядел, что надо будет повторить этот процесс. Так, ну что, я с ним могу еще поговорить, с Инквизитором? Эээ, я доказал свою преданность. Думаю, я доказал, что смогу приглядывать за Ведьминой горой. Ваша правда, возможно, на супердене вы сможете стать помощником Инквизитора. Пока же буду ждать ваших отчетов. Ночной дозор, я получил достижение, ребят. Уйти. Так, я... Странно. А что же ему нужно? Что? Оу, ребята! Та-да-ра-та-ра-та-ра-та. Та-та-та-та. А, тихо. Создать. Ё-прос, это создать излучатель и создать ствол. Золотой транспортир, бесконечная тетрадь, ожерелье. Слушайте, а где и с чего мне вот это вот все делать? А? Чудо-вилка. Свет мой, зеркальце и вечный уголек. А? Пу-петь. Слушайте, ребят, ну, это и хорошо, с одной стороны. Игра меня очень-очень сильно увлекла. Мне нравится здесь поставлен сюжет. Все очень хорошо. Несмотря на то, что здесь такая вот графика. Но вот графика здесь вообще, именно для такой игры, самое-самое то. Ладно, ребят, что-то у меня есть золотая история. А знаете, что такое золотая история, ребят? Это золотая заметка. А золотая заметка, это золотая будет у нас молитвочка какая-нибудь скоро создана. Так, сколько нам еще осталось дня? О, еще очень долго ждать. Так, стекло. Вот, ребята, здесь уже у нас стекло закончилось. Поэтому я сейчас буду заказывать пробирочки. Так, иди сюда. Сколько у нас здесь получится и что для этого нужно? Посмотрим. Для колб? Да, в принципе, ничего не нужно. Угля у меня здесь вроде бы хватает. Даже с излишком. Так что давайте, чем больше у нас будет делаться, тем больше мы с вами получим синих шариков. Они, я еще раз повторяю, не нужны для того, чтобы изучить перки. Так, 57 колб я смогу сделать. Этого должно хватить. Тем более у меня уже на данный момент 30 штучек есть. Мне нужно 20. Так вот, я вам говорил, ребята, про подземелье, да, что я собираюсь туда сходить, но не хватает у меня лишь одной детали, вещички. Какую? Показываю, ребят, смотрите. Я хочу сделать меч из дамасковой стали, но у меня не хватает одного ювелирного изделия. Для того, чтобы его сделать, мне нужно сколько-то, два золотых самородка. Один я уже добыл. То есть, дело, в принципе, за малым. Достать еще один. И сейчас мы с вами, естественно, отправимся туда и попробуем добыть этот самородок. А туда, это я имею в виду, конечно же, в нашу шахту. Так, подожди, что? Где у меня стекло-то еще все? Я уже забыл. Вроде бы здесь... А, я уже... Да-да-да, ребята, я все с копом, получается, получил. Вот, ребята, уже первые партии пошли. В общем, давайте с вами телепортнемся. Так, давай, выложим это все. Так, печати, печати. Это, конечно, все хорошо с мясом. Мы чуть попозже заморочнемся. У нас пока есть день, как вы видите. Потом будет у нас молитва. Надо успеть, короче, все сделать до этого времени. Так, полетели тогда мы с вами. Использовать и в карьер. Буквально всего лишь, ребята, один самородок мне нужно сделать. Точнее, добыть и переплавить его потом, конечно же, в золото. И после этого уже мы сможем с вами скрафтить меч. Меч этот, зачем он мне? Можно, в принципе, пойти и со старым своим мечом. Но тот намного больше наносит урона. То есть, мне меньше придется махать. Соответственно, меньше тратить энергии. Потому что там очень много чего мы будем с вами находить, собирать. И инвентарь у меня, по возможности, должен быть максимально свободен. Понимаете, да? Как меня раздражает. Сколько здесь я надыбал себе этих глыб. Вот я, когда помню, сюда просто так приходил, да? Добывать себе именно железную руду. Во! Есть, ребята! Все. Больше мне здесь, в принципе, ничего не нужно. Полетели с вами обратно до дому. Переплавим в золотой слиток. Золотой слиток мы уже с вами воткнем в украшение. И украшение уже пойдет у нас на меч. В принципе, у меня для этого уже все готово. Алмазик я купил. Добыть я его не смог. Потому что, хрен знает, где он добывается. Мне кажется, что в подземелье. На низких уровнях. Ну, пока я туда еще не ходил. Я третий этаж, по-моему, максимуму дошел. Также я не знаю, где мне взять кровавые гвозди. Которые нужны змею. Змей мне должен еще реставрационные инструменты. Которые я должен отнести, в свою очередь, звездочету. В общем, здесь, ребята, такой круг порочный. Все от чего-то зависят. Так, ну что же. Давайте-ка. О, идут, идут потихоньку, ребят. Так, где, где у нас самородок? Вот он. Так, что? У меня печка свободная. Да, свободная одна. Отлично. Так, переплавка. Золотой слиток. Замечательно. Наверное, долго будет плавиться. Поэтому можно, ребят, наверное, пока немножечко киморнуть. Немножечко киморнем. И надо будет нам с вами идти, наверное, уже скоро. Хотя нет, только день начался. До молитвы еще сутки, так скажем, игрового времени. Так, я выспался. Я бодр. Так, а давайте-ка посмотрим. У меня точно здесь остались мои все эти прибамбасы, про которые я вам говорил. Так, бургер есть. Давайте пять штук возьмем. Отлично. Пять штучек взяли. И пивасик. Пивасик. А пивасик я, по-моему, куда-то выкладывал уже, да? Нет, вот он пивасик у нас. Так, что мы можем сейчас здесь выложить? Так, погоди. Вот эту вот ботву надо уничтожить. Она только мешается нам, если честно. И пивасик мы с вами тоже забираем. Все. Шикарно. На ведьмину гору пойду. Все это, ребята, выложу. Так, слиток мой сделался. Сделался слиток. Эть. Не хватает, да, ребята? Места в инвентаре, по ходу дела. Сейчас я выложу серебряный самородок. Чтобы он здесь не мешался нам. Так, что-нибудь еще можно выложить здесь? Так, руды у меня никакой нету. Все, нормуль. Так, давайте-ка. Оп, сколько? Тридцать шесть уже. Нормуль. Должно как раз у нас накопиться. К визиту. Так, теперь нужно сделать, ребята... Ювелирное изделие. Так, подожди. Оно же, по-моему, здесь и делается, да? Да, оно здесь и делается. Вот оно, ребята. Поехали. Да, долго-долго оно делается. Ничего не скажу. Но оно того, ребят, стоит. Потом мы с вами сразу же сделаем дамасковый меч. Вот почему-то только брони у меня нет хорошей. Меч-то у нас будет нормуль. А вот броня... Нет. Броня будет старенькая. Так, давайте-ка теперь уже будем с вами клепать меч. 20 урона он наносит. Ай, как хорошо, ребят. Вау. Круто. Так, ну что же, я могу себе позволить тогда выбросить... А у меня даже его и нету. Ха-ха. Старого меча. Так, это у нас стальная броня. Ребят, нам ее надо будет, наверное, взять, да? Так, давай вот так вот сделаем. И броню стальную я возьму. Так, где у меня броня-то? Вот броня. Так, дай-ка я вот эту вот бумажку, ребята, кое-куда отнесу и кое-что проверю. Мне очень интересно знать, сколько мне еще нужно и чего для того, чтобы сделать золотую молитву. Золотая молитва, она будет приносить нам, естественно, ребята, больше веры, больше денег. Так, что же нам нужно? Давайте смотреть. Для того, чтобы сделать, например, вот эту вот молитву золотой, нам нужно... Оу, а я не смогу, ребята, сделать золотую при всем своем, как говорится, даже желании. Знаете почему? Потому что у меня не... Хотя есть 30% шанс, но этого мало. Драматург нужен и писатель. Тогда будет на 100%. Поэтому, наверное, спешить пока не стоит. Мы это дело с вами оставим здесь. Бумажки я имею в виду. Так, выкладываем. И все, да? Больше у меня ничего нету. Больше нету. Хорошо. Когда мы с вами драматурга и этого писаря выучим, только тогда есть, ребята, смысл делать эту молитву. Чтобы на 100% сразу получилась золотая. Так, что у нас здесь в данный момент? Так, ночь идет. Это все понятно. Ночь на дворе. Так, меч у нас одет. Броня у нас одета. Пойдемте. Я сейчас быстренько все это выложу на ведьминой горе. Я имею в виду гамбургеры, пиво. И проведем молитву. И после этого, я думаю, что можно будет уже, наверное, сходить в подземелье. В подземелье сходим. У нас как раз там денек подойдет для торгаша. Сходим к торгашу. В общем, все должно быть у нас хорошо пройти. Хотя в этот подземелье идти, да, тоже, ребята, с этими золотыми блюдами и захламленный инвентарь как-то не особо хочется, если честно. Так, на ведьму. О! Священник уже идет. Кстати, надо будет с ним поговорить. Может быть, он нам что-то скажет хорошего. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь. Так, ну что, ребята, выложил я все это дело. Как говорится, на следующий денек с вами опять повеселимся, опять заработаем веры. Так, подожди, куда я попер-то? Не сюда. Ну что же, у нас наступает утро. Сделаем, пожалуй, с вами молитвочку. И уже пойдем в подземелье сходим. Инвентарь, так уж и быть, я себе освобожу. У меня очень много, ребята, ящиков пустых. Так, поэтому я думаю, что если мы даже туда сложим, уж точно не забудем, где у нас что лежит. Вот даже, например, здесь. Выложим вино. Вино выложим. Так, выложим лицензию, потому что она нам... Ну зачем она нужна нам в подземелье? Так, вера все равно сейчас накопится у нас. Так, выложим. Естественно, ребята, мы там с вами молоток. Мы там ничего не будем с вами делать. Лопату тоже выложим. Так, эликсиры исцеления нам пригодятся. Два тачельных камня, они нам не нужны, так же, как и телепорт. И упаковка с мясом тоже нам не понадобится там. Кирка, я думаю, что тоже не нужна будет. В принципе, все. Вот так вот, с минимальным, ребята, запасом в инвентаре мы с вами отправимся туда. Так, сколько у меня, кстати, уже синих камушков? Давайте-ка посмотрим. Так, 43. Замечательно. Просто великолепно, ребята. Осталось совсем маленькое. И мы сделаем с вами, выучим новый перк. Так, ну что. Утро наступило. Народ меня там уже ждет. Поэтому я иду, естественно, в церковь прочитать им, как говорится, напутствие. Трупами, ребята, я сейчас не занимаюсь, если честно. Вот мясо только снимал. И сжигал в основном. Так, подожди. С тобой можно поговорить? Ты мне что... А, нет, ребята, у него единственное задание это принести три золотые статуи. В принципе, больше он от меня ничего не ждет. Ладно, мы это сейчас быстренько с вами провернем. Молитва. Так, создаем. Видите, а у меня еще обычная, да? Бронзовая. Е-мое. Соответственно, она приносит мне мало всего. Мало веры. Естественно, по-моему, наверное, мало народу привлекает. Хотя, не знаю. Вроде бы народу как-то уже нормуль так. Так, ну что, ребята. Прочитали. Все поблагодарили. Как-то маловато мне дали этих. Слушайте, даже лицензию не дали, да? На торговлю. А, нет, вот она. Вот она упала. Все хорошо, ребят. Все хорошо. Ну что, по полтинничку сброситесь или нет? Давай 50 медоков. Ну, нормуль. Нормуль, ребят. Так, 50 медоков мы... 50 медоков. По 50 медоков мы, скажем, сняли. Получаем, да, 3,27. Ну, это стандартная бы. В последнее время у нас такая наценочка, накруточка. Ух. Так, шарды есть. Все это есть. Шарды. Вера, е-мое. Так, мы что-нибудь... Ах, да, кстати. Кстати, ребята, я еще хотел же... Вот, что вспомнил. Получить синие камни мне можно за счет того, что... А, я не знаю, я, по-моему, всех потратил. Сейчас глянем. Секундочку. Я делал мраморные кресты, всякие вот такие вот статуи. И... А их можно было исследовать на этом столе. Именно за синие. За синие камушки. Сейчас мы глянем. Осталось у меня что-нибудь со старых запасов. Слушайте, ребята, есть... Ну, не то, конечно, что хотелось бы, но все-таки каменный крест мы можем с вами изучить, да? Каменные... Что это? Каменная стелла. Ясно. Можем, в принципе, сейчас даже с вами заварганить, если не против. Например... Ага. Здесь нужно так, смотрим, что нам нужно для этого. В принципе, все у нас хватает. Давайте сделаем. Не хотелось бы, конечно, время здесь зря тратить, но все-таки вдруг за это нам дадут много-много-много очков. Так, давай-ка сделаем ее. Так, у меня с вином-то все нормуль. Вино есть? Так, секунду. Я... Вино выложил, что ли, да, ребят? Вино-то мне понадобится в подземелье. Че это я без вина-то собрался? А! Без него-то никуда. Это энергия, ребята. Энергия, да. Так. Ну что же. Статую я получил. Теперь пойдемте, ребята, с вами все это исследовать. Да у меня, в принципе, уже накопилась достаточная сумма, ребят. Давайте-ка, наверное, быстренько это с вами дело изучим. Так, нужен перк каменчик. Открываем. Замечательно. А вот теперь я хочу посмотреть, насколько у меня будет вероятность того, что я смогу сделать именно золотую статую. Так, для этого нам нужно... Для этого нам нужна золотая стамеска. Вот она, золотая стамесочка. И проверяем. Проверяем, ребят. Так. 50%. Блин, 50%. Вот если бы у меня был бы перк инженер... Хотя давайте попробуем. 50% это тоже достаточно хорошо. Так. Какая? Есть, ребята. Есть, отлично. Первая статуя у нас золотая есть. Стамеска-то, надеюсь, у меня еще осталась. Стамесочка осталась, ребят. Ну что, попытка номер 2. Прокатит, нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Не прокатило, ребята. Плохо. Плохо. И у меня вера закончилась, к сожалению. Блин. Ну как же так, а, ребят? Ну как так? Ай, ну ладно, хорошо. Ладно. Одну, ребят, мы все-таки с вами получили статую. Еще осталось буквально две. Ну а я пойду, как хотел изначально, попробовать их проверить. Сколько мне за это дадут синеньких шариков? Ага. Я, по-моему, ребята, и здесь не смогу сделать, потому что это все дело исследования происходит за счет веры. А веру я сейчас только что спустил. Ну, проверим. Убедиться надо лично. Может быть, она не понадобится там. Кто его знает? Да, конечно, ребята. Она понадобится. Ну что же, нам только остается ждать. Ближайший день это праздник инквизиции, е-мое. Сожжение. Ну что же, с одной стороны даже, может быть, это и хорошо. А чем? Тем, что, ребят, мы сейчас с вами... Я вот здесь, наверное, все это оставлю. Не будем мы с вами... Нет. Или да. Хорошо, фиг с ним. Не хотел загрязнять все это здесь, ребят. Ну, идти там тоже лишний раз время тратить не особо хочется. Так. Все, ребят. Так, по-моему, больше... Так, вот это выкладываем. Топор нам пригодится. Мы там будем разбивать с вами ящики всякие. Фух. Ну что же. Так, энергия есть. ХП у нас есть. Погнали с вами тогда туда. В это подземелье. На каком я остановился? По-моему, на четвертом. Если ничего не путаю. На четвертом подземелье. Так, а вот здесь я все, интересно, сделал? Да, ребят, сделал. Но здесь вот можно будет еще потом изучить. Вот здесь вот будет, где вот звезда. Такие скелеты будут стоять. Типа родника. Но это нужно, я так понимаю, анатомию. Что? А, нет, ребята. У меня даже не четвертый, а третий. Это аж подземелье. Так, я броню взял. Все, броня на мне есть. Все это есть. Все отлично, ребята. Ну, с таким-то мечом, ребят, я думаю, что всех только порву. И, если не ошибаюсь, здесь, по-моему, у меня все зачистят. Здесь, кстати, такие новые эти появились. Машка их называют. Или комары. Я не знаю, выглядит, по крайней мере, не так. Противновато. Идите сюда. Всех почикал. Замечательно. Ну, как всегда, ребята, падает всякий хлам, металлолом. Да, металлолом. Мне бы желательно здесь какие-нибудь драгоценности найти. Вот это было бы... Во, 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 во. Ах, тут еще и мышь летающая. Ну, иди, да иди ты сюда. Да, ёп, красота. Ты посмотри, а, что делать. Вылови называется. Так, вот, ребята, у нас и спуск. Ну, я надеюсь, что монстров мы сейчас с вами здесь всех побьем. Так, здесь не могу. Странно. Ну, пустите меня. Да, зачистку сделали, значит, ребята, мы там. Что же, четвертый этаж у нас. Блин, торгаш скоро придет. Ёп, красота, ребят. Скоро придет торгаш. Опа-на. А это еще... Это кто такой? Это кто такой? Я таких не помню. Опачки. Ребята, окровавленные гвозди. Пошли падать. Вот это уже офигенный плюс. Потому что они мне нужны, ребят, для того, чтобы змею сдать задание. Он просил ведро крови. Ну, кровь, вы помните, я ему принес. А вот теперь кровавые гвозди. Шикарно. Я думал, что они здесь не падают, если честно. Так, куда пойдем? Туда или туда? Я даже не знаю, ребят. Если честно. Давай вот сюда сходим. Так, 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 так. Иди сюда. Иди сюда. Лишний раз махать тоже, как говорится, мечом не приветствуется. Потому что мы за каждый взмах, ребят, тратим с вами энергию. Так, это бочка. Бочка должна разбиться, да? Что там у нас? Семена лука. Золотые получаем, ребята. Отлично. Что? Оу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига их там. Что за убийца такое? Интересно. Эти вот комары, они именно стаи летят, ребят. Стаи вот такой. Оп-оп. Ну, они ватные. Да-то, в принципе, все ватные, если взять по большому счету. Так. Оп. С удара всех. Оп. Отлично. Что там получил, я не пойму. А, ну все, это металлолом. Так, в этих нельзя пошариться. Жаль. Так, заряжаем энергию, потому что энергия у нас с вами заканчивается. Так, ХП восстановили себе. Слушайте, ну это, по-моему, подземелье в разы больше, чем первый. Ага. Вот у нас, ребята, и выход. Дальше. Но я вначале должен здесь разобраться. Меня, как вы знаете, не пропустят на другой этаж, потому что скажут, видите, убейте всех врагов. То есть, когда меня пропустят, мы точно будем знать, что враги здесь все повержены. Так, слезнячки иди сюда. Слезнячки пойдут у нас, ребят, на блюда. На вкусные блюда, ребят. Так что, так, семена чечевицы. Кстати, чечевица, ребята, особенно, когда вы будете делать ее золотую, очень хорошая и полезная вещь. Ну, тыква, кстати, тоже неплохая. Но ее нужно получить. У меня золотой тыквы уже куча. Но рецептов почему-то нету, чтобы я мог сделать там какую-нибудь... А, например, жареную тыкву. Я знаю, что этот рецепт где-то должен быть, но у меня его нету. Где его получить, пока ума не приложу. Но рано или поздно все равно он у меня появится. Так, давайте-ка здесь быстренько. Блин, я просто боюсь, ребят, что сейчас у нас наступит день торговли, и я не успею. Мне придется слоня голову бежать. Хотя у нас еще ночь впереди целая. Так, вот здесь, по-моему, я не был, да? Вниз не ходил. Поэтому давайте сюда сходим. Так, и надо будет мне посмотреть, набрал ли я 10 окровавленных гвоздей. Есть. Одним ударом двух летающих мышей подбил. Так, что у нас здесь? Слизни. Слизни это хорошо. Мышка попала под удар. Кто они такие? Я не могу понять. Ну, давайте хоть посмотреть. Какие-то как воины, не воины. Какие-то как убийцы, знаете. В таких вот... В масках железной вдовы какой-то. Я не знаю, кто они такие, короче. Так, ну что, ребята, вроде бы у меня полная зачистка прошла. Окровавленные гвозди мы с вами получили. Мы запоминаем, что в зеленый денек у нас приходит змей. Именно в этот день мы сможем с ним, как говорится, поторговаться. Не поторговаться, а сдать ему эти гвозди и посмотреть, что он нам расскажет. Ну что же, я думаю, что пора отсюда выходить мне. Мы с вами уже не пойдем, как говорится, на следующий этаж. Потому что время уже подходит. Мы обязательно это сделаем с вами попозже. Так, выход. Вышли мы. Замечательно. Так, сейчас мы с вами... Здесь нам некуда выложить. У нас нету никакого ящика. Где-нибудь здесь, недалеко от нас, мы это все положим. Гвозди эти. Давайте вот сюда, вот на полку, на эту, на письменную. Хоп. Выложили. Так, замечательно. Вроде бы и все. У нас с вами благословение коммерции. Ну это пару лишних там серебряников для нас. Подожди-ка секунду. А где-то у меня же еще должны быть... Я же помню, что где-то выкладывал все вот эти вот листовки специально для того дня, что когда мы отправимся на торговлю, мы будем с вами... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Замечательно, замечательно. Все идет как нельзя хорошо. Так, эти колбы мы с вами выложим. Так. И семена мы тоже выложим, но не здесь, ребят. Будем в другое место их выкладывать. Так, броня. Все это у нас хорошо. В общем, забираем все, что мы с вами выкладывали. Так, лицензия на торговлю мне пригодится. Забираем эти блюда. Так, вот это вот надо будет, кстати, выложить. Все. Так, и пойду-ка я на кухню. Наверное, ребята, выложу вот эти всякие там желешки. Где у нас... Где желе? Вот оно желе. Все это выложим сюда. Так, дерево тоже выложим. И металлолом тоже у меня есть. Специальные места, где это все у нас лежит. Так, здесь металлолом. Хоп. Пускай валяется. Так, а здесь у нас и дерево. Все. Замечательно. Так, ну что? А, нам нужно еще забрать этот брикет с мясом, да? Забираем брикет с мясом. Посмотрим, сколько он стоит. Ну что же. Нам остается только лишь поспать и отправляться, в принципе, в путь, дорожку. Так что давайте с вами это дело провернем. Так, ну что же. Мы с вами выспались. Теперь быстренько, быстренько. Погоди-ка, куда я выложил, ребята? Телепорт-то свой, а? Не здесь ли он случайно? Нет, не здесь. Куда-то я его выкладывал. Так, вот это все забираем, ребята. Все будем сдавать. Погоди-ка, я не понял, куда я? А, вот он, вот он, Килипп. Блин, места не хватает под него, ребят. Так, ладно, не беда. Так, пробирки, пробирки. Так, кирку. Это все тоже надо будет забирать, ребята, обязательно. Давай вот эти вот семена пока сюда выложим. Не будем, как говорится, бегать там, искать что-то с железом. Мы выложим там. Так, крылья. Давай крылья тоже пока сюда выложим. Все. А, вот это вот положим. Нет, здесь у нас дерево. Вот так вот. Все. Отлично. Заберу я, пожалуй, наши прибамбасы. Это я имею в виду кирку. Лопату и... Черт, забываешься вообще. Куда все это положил? Наделал кучу, как говорится, ящиков. Теперь путаешься. Ага, вот оно все. Все, полетели. Короче, ребята... Я же вроде брал, блин. Ё-моё, что за фигня? Что за бред? Куда? Куда ты подевался? Вот. Все, полетели. В старую клячу. Старые кляча. И давай посмотрим. Так, он ждет меня, смотрите, ребят. Наслышан о прошлом сжигании ведьмы. Говорят, это было твое еще представление. Я считаю это варварством. Ну, кто я такое, чтобы осуждать? В старину наш народ устраивал бои насмерть. Просто ради развлечения. Мне тоже не нравится сжигание живых людей. Но что я могу сделать? Я просто пытаюсь приспособиться. Люди только говорят о твоем пиве. Хвалят его больше, чем мое. Да, я варю неплохое пиво. Естественно, ребят, золотое. Так, что? Все? Ах, ты посмотри. Ему нужно золотое, ребята, пиво. Вот гад. Ну что же, сколько стоит упаковка мяса? За три упаковки мяса мы получаем два серебренька. Хрен узнать, ребят. Ну ладно, два серебренька. Давай вот это вот еще золотишко. Ой, золотишко. Винишко ему сбагрим. Все. Все четенько, ребята. Все у нас замечательно. Ты, говорит, не будешь со мной? Нет? Не везет тебе там все еще. Так, а ты-то, Шармаль, ты будешь? Не хочет. Ну что же, пойдемте к торгашу. Как раз сделаем два задания. У меня есть лицензия на торговлю. Давайте, наверное, с этого начнем. Чудно. Похоже, мы в деле. Мои связи и ваше трудолюбие. Мы будем очень богаты. Мы откроем нашу контору прямо в этом сарае. Кладбищенские овощи, ребят. Я получил достижение. Прям стартап какой-то. Тут у нас будут палеты для товара. Я буду забирать с них ящики с овощами каждой. Ага. Ящики? Река Веймру совсем обмелела. Сейчас в нее поступает вода только из Гёля. Реки, протекающая около кладбища. Другие притоки абсолютно сухи. Вы же мастер на все руки. И наверняка у вас есть мастерская при кладбище. Уверен, что упаковать овощи в добротные деревянные ящики вы сможете. Ну, попробую. Прикинем-ка, думаю, для начала я смогу пристроить один ящик в неделю. Мало, конечно. Но о нас пока никто не знает. Нужны инвестиции в маркетинге и стабильный объем продаж. Сейчас у нас две цели. Первая, повысить уровень нашей компании хотя бы до трех. Это будет означать, что я смогу продавать три ящика в неделю. Вторая, продавать первые семь ящиков. Достигнем этих целей и сможем по праву гордиться собой. О, как можно повысить? Думаю, надо использовать древний прием, который еще никто не подводил, никого не подводил. Надо сделать кучу листовок. Оставь их на столе в офисе, а я займусь их распространением. Хм, у меня дома для рекламы часто привлекали знаменитостей. Гениальная идея. Стоит попросить Шарбель стать лицом нашей компании. Это точно сработает. Еще я могу упомянуть нашу компанию во всех своих проповедях. Еще одна гениальная идея. Я не ошибся вас, друг мой. Слушайте, прикольно. Так, ну что ж, давайте теперь, наверное, про блюда. Вот те самые блюда, что вы просили. Было не так просто, как вы рассказывали, но, думаю, я справился. Выглядит аппетитно, я же и говорил, что у вас талант. Завтра весь королевский двор будет говорить о сегодняшнем угощении. Увидимся на следующей неделе, и я расскажу, как все прошло. Ммм, торговать, а что нам? Нам не нужно с ним, ребят, торговать, поговорить о деле. Ну-ка, посмотрим, что тут. Эй, торговать опять нажал. Ничего страшного, поговорить о деле. Так, ребят, короче, мне нужна наша компания, чтобы стала узнаваемой. И первые продажи. Семь ящиков нужно продать, да, короче? Все, я понял, ребят, уйти. Так, что сюда нужно? А где я возьму ему эту дудку? Хорошо, мы начнем, ребята, с листовок, да? Листовок у меня дома. Пруд пруди. Так, отчет о торговле. Ага, понятно. Так, а вот это что у нас такое? Что вот это такое? А, сюда я, наверное, должен поставить буду ящик. Ну что же, в принципе, все предельно ясно, ребята. Пошел я, короче, за листовками. Я надеюсь, этот магазинчик работает круглосуточно. Слушайте, а вот, знаете, в чем проблема? Я не понял, как я должен забивать в ящики, точнее, делать ящики, в которых я должен овощи поставлять. Это какие макарны-то? Где эти ящики? Мастерская у меня есть, да, я ничего не говорю. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, у меня открылась там какая-нибудь новая функция делать ящики. И какие овощи нужны, тоже он мне этого не сказал. То есть, это на свой вкус, что ли, и цвет, я не пойму. Так, оу, сколько, ох, сколько, сколько очков, ребят, сколько? 24. И еще 4 склянки остается. Но мы сейчас, знаете, как с вами сделаем? Немножечко по-другому. Я вот эти вот скляночки тоже, ребята, все заберу. И знаете, что я с ними сделаю? Я с ними сделаю такую же небольшую переделочку. Ай, нужна вода, нужна вода. В принципе, с водой никаких проблем у нас нету. Родни, родни. Колодец, как говорится, всегда под носом. И водичку мы из него с удовольствием наберем. Естественно, сейчас мы ее будем использовать. Так, использовать, использовать, использовать. Сколько нужно здесь для... Да, я буду, ребята, все абсолютно... Ах ты, ах ты, какая подстава, ребята. Не хватает у нас уголька. Ну, с угольком... С угольком у нас проблема. И проблема, ребята, большущая. Очень большая. Так, ну что, вот, например, у меня есть верстак, да? Но я здесь не вижу нифига. Я вижу деревянные конструкции, вижу брус, но ничего такого нету. В общем, как он сказал, для начала нужно взять листовки. Листовок я возьму на запас. Там нужно было 10 штук, да? Да, и возьмем 10, фиг с ним. 10 листовок возьмем. Нет, возьмем даже побольше немножко, да? Вот, 30. Какое нафиг все... Ой, давай вот так вот сделаем. 30 штук. 30. Да, нет, лучше... Давай так вот сделаем. Фиг с ним. Так. Следующая, ребята, затея моя, это, естественно, слетать за угольком. Угля нету, блин. Без угля мы с вами ничего не сможем сделать. Так, конечно же, нужно в карьер. Давай на выход. Так, уголек. Иди сюда. Очень, кстати, полезная, ребята, вещь, этот уголь. Он очень хорошо, во-первых, добывается легко и просто. А во-вторых, он дает жару нашим печулкам. И не так уж много его нужно. Так, что такое? Что закончилось? Все, давай продолжай. В чем проблема? Странно как-то. То бьет, то не бьет. И причем, смотрите, ребят. Это же специально, да? Это специально сделано было, ребят, блин. Кирку сломать именно вот сейчас. Не раньше, не позже. Вот единственное, что здесь нету точильного круга. Это меня немножко напрягает постоянно. Приходится возвращаться, натачивать свой инструмент, потом идти сюда. И, во-вторых, что этот камень телепортации у нас только один. И у него большая-большая перезарядка до следующего, как говорится, телепорта. Тоже немножко нервирует, но хотя бы пускай так, ребята. Раньше нам все время приходилось просто бегать. Не было никакого камня телепортации. И это отнимало очень много времени. Так, песок нам не нужен. В ближайшее время у нас с вами хватает стекла. Так. Ну что же, сейчас мы с вами засунем на переработку. Да отвяжись от меня, цветок погадый. Так, с кладбищем мы пока делать ничего не будем. Отнесем, естественно, туда, ребята, листовки. У нас, кстати, сегодня приходит змей. Змей приходит. Мы сейчас к нему, ребята, отправимся. Отдадим ему эти кровавые гвозди. И посмотрим, что он нам там прошепчет. Так, ну что же, давайте зарядим, как говорится, нашу печку. Вы смотрите, вот одной зарядки, да, из соточки 1800 дает нам энергии. Так, теперь просто-напросто вот так вот делаем с вами. Перерабатываем. За них, кстати, тоже дают нам синие камушки, ребята. Вот так вот, все. Как бы все у нас в пределе, все хорошо. Выложим с вами, давайте, наверное, вот это лишнее. Этот ящик у меня будет для разного, для всего, для хлама. Для серы, для этого. Так, воду сюда же выложим. Цветочек. Так, и... Нет, уголек мы вот сюда положим. Ему место здесь. Так, ну что? Надо теперь вспоминать, куда я, ребята, положил кровавые гвозди. Кровавые гвозди. Где-то, по-моему, в подвале мы их выкладывали. Так, ну не здесь же, да? Так, нет, не здесь. Тут не то, ребята. Это тоже не то. Погоди-ка секунду, ребят. Что-то я не понял. На стеллаже, что ли, я их оставлял? Вот жалко, здесь нельзя подписывать, ребята, ящик. Да, они на стеллаже оказались. Так, ну что? Пойдемте, наверное, сходим с вами к змею, в первую очередь. А потом уже отправимся. Кстати, на следующий день у нас инквизиция. Блин, у нас каждый день, ребята, теперь уже расписан. Раньше было много свободного времени, а теперь нет. Ага, вот он стоит, ребята. Ну что же, отдать окровавленные гвозди. Эти гвозди помогут разбить печать. Как все будет готово, увидишь его во всей красе. М? И? Да-да, я так долго ждал этого момента, и теперь все готово. Ты будешь первым, кто его увидит, его появление. Вообще, у меня так могилы не копаны. Я, может, пойду? Стоять, не зли меня. Стою, стою. Не нервничай так. Призвать курицу до снижения, ребят. Это сейчас мы курицу пытались призвать? Нет, что-то не так. Но должно быть много чего. Тихо. Запишу-ка в свою бесконечную тетрадь, чтобы не забыть. Убить продавца свитков. Вот ведь засранец. Клялся ведь, что это точная копия нужной мне страницы. Нужен оригинал. Никаких больше копий. Ты что-нибудь знаешь про городской королевский университет? Я знаю одну звездачу, но мне кажется, он когда-то работал в университете. Мне некогда так не фартило. Ты, похоже, приносишь мне удачу. Надо тебе ногу откромсать и носить с собой на счастье. Ха-ха. Шутка. Заставь своего звездочета принести тебе некрономикон из университетской библиотеки. Буду тебе по гроб, жизнь обязан. Э-э-э... И все? Некрономикон ему нужен. Ребят, вот тебе, блин, незадача. Это что у меня получается? Искать где-то эту книгу? Для этого, соответственно, мне нужен звездочет. Перед звездочетом мы с вами сходим к инквизитору. Повеселимся, блин. Так. Слушай, а он гузи-то что-то не забрал. Может быть, они ему потом понадобятся? Хорошо, я их далеко не буду уносить. Вот здесь мы с вами все это оставим, делаем. Так, ну что же. Теперь пойдемте, ребят, с вами свитки. Старая кляча. Выходит. А, Шармель. Подождите, ребят. Может быть, Шармель будет со мной разговаривать? Нет? Будет? Нет? А где Шармель? Вот это вот? Нет, это госпожа Чейн. Слушай, блин, а что Шармель, блин, не хочет со мной, а? Вообще ни в какие эти... Входить. В дебаты. Так, ну давай, давай посмотрим, что такое уже... Нет. Так, построить. Так, я должен что-то здесь, ребят, построить. Ну что? Так, я что-то не понял. Известность до трех. Черт подери. Если бы я знал, что здесь нужно куча свитков, ребят, я бы взял бы. Блин. Я думал, мы их просто положим и это. А я, видите, вкладываю, вкладываю, вкладываю. У нас от этого популярность растет. Вот, ёппарсоте. Ну ладно, свитков хорошо, что у меня там целая куча. Свитки нам очень даже понадобятся. Слушайте, а сколько мне нужно до следующей технологии, чтобы я смог получить стопроцентный, ребята? Так, это нужно нам... Ой-ёй-ёй, сто! Сто камушков нужно синих, ребят, вы представляете? Инженерное дело, чтобы я выучил перк себе. Опупеть. Так, день инквизиции еще не начался, так что пойдемте возьмем свитков, блин. Так вот и думал, что надо взять на запас. В крайнем случае, можно будет их выкинуть или еще что-то. Нет. Пожадничал, блин. Так, идите сюда, родные мои. Опа-на. Оп. Так, давайте сюда все это выложим. Эх, свиточки, свитульки. Так, и надо будет потом еще к звездочету нам. После сожжения пойдем к звездочету, ребят. Так, ну что, сколько? Я даже не знаю, ребят, сколько. Ну давай все возьмем, фиг с ним. Откатился телепорт у нас, ребят? Нет, не откатился. Долго, долго, блин, откат у него идет, а? Я два раза туда-сюда могу сходить, блин. Пока он откатится один раз. Странно, да? Гвозди главные я добыл для змея. Змеи просто не стал брать. Может быть, он сейчас не стал брать. Потом возьмет. Когда ему нужен будет некрономикон этот. Так, ладно, я пробирки в любом случае выложу, ребята. Надо будет еще, знаете, что мне? Киркумы подзаточить, потому что... Ведь забуду потом. Все. Так, пойдем. Мне нужно, ребята, еще очень много веры для того, чтобы сделать три золотые статуи. Три золотые статуи. То есть, одна статуя есть у меня уже. Получается, две надо. Но все равно для них очень нужно много этих веры. Очень много веры тратится на это дело. Мне бы еще одну золотую, ребята, историю получить от кого-нибудь как-нибудь. И все. И мы могли бы с вами сделать золотую молитву. Так, ну что же. Я надеюсь, надеюсь, наш этот работает. Деревья безопасности. Так. Давай вбухивать. Известность 7. Так. На каждой попке. Достижение получил. Ага. 12. 14. Да все. Бабахаем, ребят. Ну. Например, так, да? Ага. Вот они, ребята. Дудочки-то. Дудочки мы с вами получили. Значит, доски. На одну палету нужно 6 досок. Палеты, я так понимаю, это вот эти вот столы. Так. 6 досок. Даже, предположим, нужно нам... Ну, 5, да? 30 досок нужно мне запастись. Хорошо, мы с вами полетим. Что? Милый дом. 30 досок, значит, да? Так, подожди. У нас, может быть, здесь-то есть? Как раз 30 досок, ребят. Так, собираем. Ну, как говорится, потихоньку, полегоньку, ребята, синие камушки у нас копятся. Уже 40 штук их. Еще немножко, еще 60, и все будет хорошо. Так, палета. Слушайте, ну палета-то палета, это понятно все дело. А где сами ящики, в которых мы овощи будем доставлять? Вот что меня сейчас интересует. Слушайте, надо было, наверное, нам, ребята, заглянуть в нашу мастерскую и посмотреть. Может быть, там есть рецепт создания ящиков. Да, мы с вами уже не посмотрели. Забыл я это дело глянуть. Так, смотрите, у нас день инквизиции приближается. Потом сразу же за ним день звездочета. Потом день молитвы и, короче, так далее, так далее, так далее. Ну что ж, давайте... Ага, ах, я не могу больше положенного. Ладно, давай тогда сделаем вот так, так и вот так. Ну. И как-то я теперь, ребята, должен вот сюда выставлять свой товар. Так, инквизитор уже тронулся. Мы видим. Как раз он пока дойдет. Мы с вами успеем глянуть все-таки, есть ли там рецепты или нету. Ящиков этих. Я так понимаю, ящик для овощей он и должен... Хотя можно, знаете, где посмотреть, ребята? На огороде, на огороде. Точно. Сейчас, секунду, мы как раз пробегаем. Что за туман еще идет, а? Видать, будет денек-то жаркий, раз туманчик у нас здесь. Так, ягоды не нужны. Давайте-ка посмотрим. Вот у нас здесь вот так. И ящик, да, ребята? Есть такая штука, ящик. И нужно. Короче, если у нас там раз, два, три, четыре, пять. Пять, да? Пять ящиков максимум. То есть... Так, ну ладно. Наделаем кучу того, кучу того, кучу того. Десять простых деталей. Двадцать гвоздей. Десять простых деталей, двадцать гвоздей. Ммм, так. Десять простых деталей, да? Не хватает. Ладно, хорошо, давай сделаем гвоздей с вами. Так, простых деталей. Сколько у меня простых деталей? Так, нехватка. На запасик, мало ли там чё. И надо сделать нам досок. Всё. Отлично. Ну что, ребята, отправляемся на гору. На ведьмину. И устраиваем там вечеринку. Ох, виноградники мои растут. Они уже давно выросли. Давно уже пора собирать. Но как-то всё не до них, ребята, сейчас в данный момент. Так. Ну. Надо с тобой обязательно поговорить, да? Всё готово для церемонии сожжения. Пиво, холодное пиво. Пиво, свежее пиво. Пиво смоет все грехи. Сочные бургеры. Пряные, как благой экстаз. Подходите, покупайте. Беру два. Пожалуй, это лучшее сожжение на моей памяти. Ммм, вкуснотища. Под копчёное мяско. Ха-ха. Да-да, ребята, всё для вас. Так. Так, веры, конечно, маловато дали. В городе только и будет разговоров, что с сегодняшним сожжением. Как только вы обновите все запасы, мы будем готовы к новому представлению. Ох, 33 серебра, ребят, я заработал. Да куда вы всё утаскиваете от меня? Дайте сюда. Ну, этого мало, ребят. Чё тут? Четыре. Четыре веры. Это очень-очень мало, ребят. Ах, расстроился я чуть-чуть расстроился. 30 серебра, ребята. Невыгодно, если честно, по деньгам. Невыгодно. Очень даже, я бы сказал, невыгодно. Так, хорошо. День инквизиции, короче, у нас с вами прошёл. Ждём дня... Да иди ты, блин, дай пройти. Ждём дня звездочёта. Пойдём к звездочёту, будем узнавать про книжку. Так. А сейчас давайте посмотрим, какие ящики у нас тут будут получаться. Так. Блин, чё, только по одному? А. Погоди, это не те ящики-то. Эй. Стол для упаковки? Ящики, ребята, я ошибся. Ящики-то вот эти вот у нас, обычные ящики. Погоди-ка, а что за... За стол для упаковки? Может быть, его нам нужно поставить? Так, значит, 8 бруса и 2 сложные детали. Хорошо, давай сделаем. Так, 8 бруса. Так. И 2 сложные детали, да? Всё, надеюсь, правильно, ребят, всё сделал. Так, почти 50 шариков синих у нас. Всё равно мало ещё. Стол для упаковки. Стол для упаковки. Ну, давай посмотрим. Ээээ, подожди, аку... Секунду. А, вот сюда вот, да? Хорошо. Надо ещё сделать. Сделал. Так, создать. Эээ, ящик. Ага, тут вот у нас можно и золотые, ребята, сделать. Эээ, так, для этого нам нужно... Так, ну что, пойдёмте, ребята, возьмём золотой лук. Сколько нужно золотого лука? 22. Слушайте, интересно... А, ну я понял, ребята, а чем... Так, ладно, сейчас глянем. У нас есть вообще золотой лук в размере 22 штук или нету? Неохота просто здесь сейчас всё это вскапывать, потом опять рассортировать. 22 золотых лука. Есть, ребята, у нас с вами такое дело. Вот тыквы золотой, наверное, нету. Потратили, да, всё? Тут вот ещё лук. Да, тыквы, к сожалению, нету. Ладно, не беда. Там чечевица. Да, я смотрю, ещё нужна золотая. Так, выложим. Доски нам тоже не понадобятся. Давайте их укладывать. Так, ну и деталей, соответственно, тоже. Всё. Ждём, ребята, звездочёта с вами в обязательном порядке. Пойдём про книжку узнаем. И потом, конечно же, мне нужна будет Вера. И опять же я буду пробовать, ребята, сделать золотую статую. Так, ну что же. Да ёпросэте, блин. Гвозди, деревяшки нужны. Так, сколько у нас на это всё уйдёт? Так. Ага. Два ящика мы только с вами здесь сделаем. Слушайте, а как мы туда будем доставлять сами? Вручную? Или кто-то? Да ладно. Только не говорите, что я ещё должен брать ящик и тащить его. Твою дивизию, блин. Да ну. Чё, серьёзно, что ли? Офигеть. Я ещё и должен тут доставку делать. Чтоб вас разнесло. Блин. Да так, ребята, не наносишься, если честно. Ну, посмотрим, сколько мы будем получать, например, с вами золотого лука. С коробки, с ящика золотого лука. Сколько у нас будет с вами идти прибыль. Кстати, уже утро, да, наступает. Звездочёт-то, наверное, уже на месте. Надо будет навестить его. Посмотрим. Так, ну что, я пошёл, ребята, к звездочёту. Пускай он там рассказывает мне свои новости. И про книгу обязательно нужно узнать, что ему понадобится. Сейчас опять каком-нибудь очередное задание даст. Невыполнимое, блин. А? Дик проснулся. На своё место пошёл он. Ну, яблони мне уже, ребята, не интересуют. У меня у самого там растут кусты. Деревья. Так, ну что же. По поводу некрономикона. Если я не ошибаюсь, вы как-то говорили, что работали в университете? Да, работал. Старые добрые времена. Тогда даже казалось, что жизнь имеет какой-то смысл. Не то, что сейчас бесцельно доживаю свой век. Я настолько стар, что знаю, что ничего не знаю. Да, и все эти инквизиторские ограничения стали просто нестерпимы. Так что я ушёл. Может быть, у вас ещё остались связи, и вы могли бы достать одну книгу из университетской библиотеки. Некрономикон. Юноша, эту книгу я прихватил с собой, когда уходил. Никто особо не следил за этой магической мамбо-джамбой. Так что я решил прихватить её и подарить моему другу. Он не умеет читать, ему нравится разглядывать картинки. На каком друге идёт речь? Да вон, прямо об этом. Осмотрители маяка. Понятно. Так, что у тебя тут есть? Ничегошеньки у тебя нету. Так, смотрите на маяка, дай книгу, а? По-хорошему тебя прошу. Так, о книге? Приветствую. Книга, которую вам отдал звездочёт, всё ещё у вас? Ага. Толстенная книженция. Картинки жуть. Пристроил её пока вместо ножки комодов. Можете мне её отдать? Ну, вообще-то я уже выстругал новую ножку. Но книга-то занятная, судя по картинкам. Да и ценная наверняка. Отдам её только в обмен на пригорчню личинок. Ой. Ребята, ё-моё. Блин, проще задания не видел, а? Полетели в милый дом. Так, секунду. Пригорчню личинок ему нужно, да? Пять штучек, если я не ошибаюсь. Слушай, возьму всех. Вдруг он у меня... Хотя вряд ли он будет там что-то покупать. Ладно. Заодно ящик, ребят, с вами прихватим ещё один. Так, сейчас я вот эту вот ересь всю соберу. Выложу. Так. Ну что, ребят, 60 этих у меня. Полегоньку-потихоньку копим. Так что... Всё у нас будет хорошо. Возможно, в этой серии-то, конечно, нет. Но в следующей, я надеюсь, ребят, мы с вами обязательно сделаем. И, соответственно... Выучим перк. И я сделаю три золотые статуи, которые нужны нашему священнику. Так. В принципе, звездочок... А, нет, звездочок... Нет, не нужен мне. Мне нужен кто? Мне нужен будет змей. Ну, до змеи нам ещё... Не скоро. Так, вот молитва будет, это хорошо. Мы обязательно с вами зачитаем проповедь. И... В принципе, всё. Единственное, я не понял, ребята, как мы могли привлечь Шармель к нашему делу. Если она даже не хочет с нами разговаривать. Не хочет и всё. Не знаю. Говори... Да это... Как его? Заслужи, говорит, моё уважение. Докажи, что ты... Хоть что-то из себя представляешь. А как доказывать? Не объяснила. Ну, я надеюсь, рано или поздно её сердце растает. Она согласится с нами как-то поговорить. Ну, а сейчас у нас некрономикон в голове. Поэтому мы должны его получить в первую очередь, ребят. И потом, естественно, отдать всё это дело змею. А змей там уже, соответственно, расскажет, что дальше делать. Обменять. Да. А-а-а. Не нужны ему, ребята, личинки. Так. Качественное филе рыбы. Кстати, мне нужно, ребята, пять штук. Знаете, для кого? Для барона. Давайте-ка мы сейчас с вами сделаем так. Освобождаем инвентарь. Что нам здесь можно... Да, вот этих вот личинок съедим. Представляю, сырыми есть личинок. Жесть. Так, торговля. Давай я у тебя скуплю вот это вот качественное рыбное филе. Раз, два, три, четыре, пять. Так, согласились. Всё. Всё, схожу к барону, отдам, посмотрим. Я надеюсь, ему нужно сырофили или поджаренное. Слушайте, мне кажется, ему нужно, наверное, поджаренное, да? Да хрен ему. И сырым обойдётся. Пускай лопает. Так там жирный такой сидит, боров, блин. Так, я же здесь могу? Куда тут? Смотрите, ребята, здесь тоже. Когда-то надо было сюда мне зайти до ягодок потырить. Эх. Ладно, выходим тогда отсюда и побежали к этому барону. Слушайте, а здесь, видимо, в своё время, да, какие-то дома были или что-то такое. Крепость какая-то, видите, всё разрушенное. Мост вот этот разрушенный. Может быть, это в дальнейших каких-нибудь обновлениях будет. А какие тут обновления, ребят, если у нас цель вернуться домой? Так, где-то барон у нас должен быть здесь. Если я не ошибаюсь. Ага, вот он. А ну-ка. Отдать рыбное филе. Весь секрет в том, чтобы жарить их на костре на открытом воздухе. Ну и, конечно, хорошая рыба. Вообще, можно любую взять. Но это без меня. Ха-ха. Кушать рыбные шашлычки. И будешь сильным, как я. Ха-ха. Воу, создать шашлычок. Нормуль, ребята. Грибной, я смотрю, рыбный и ещё какой-то рыбный. Ммм. Ну что же. Я рад. Я рад, ребята, то, что мы ещё с вами выполнили одно задание. И поехали уже, наверное, домой. Да, ребят, поехали домой. И, пожалуй-ка, мы с вами будем, наверное, завершать на этом нашу серию. Она была сегодня продуктивная, очень хорошая. Мне понравилась. Так что, дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную и удивительную игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok